Буквально несколько дней назад жители городского поселения Горки-Ленинские приняли активное участие во всероссийской акции «Лес Победы» и высадили новые зелёные насаждения. И вот сегодня мы видим, что какие-то просто вандалы вырубают деревья, которые находятся здесь, растут уже не один год. Пол-двенадцатого ночи услышали стуки, выглянули в окошко, стоят три человека, один около машины стоял, держал дерево, болтал, двое рубили. Мы оделись, вышли, они начали уже уходить в сторону нового шоссе, деревья уже были срублены, валялись. Злоумышленники срубили деревья клёна, липы и осины, которые росли на южном проезде более десяти лет. Местные жители возмущены, эта территория была местом прогулок. Совсем недавно зелёная зона пополнилась новыми елями. На утро после происшествия люди незамедлительно обратились в администрацию поселения, чтобы те приняли меры. В администрации поселения написано соответствующее заявление в ОМВД по Ленинскому району с требованием провести расследование и привлечь виновных к ответственности. Как нам удалось выяснить, несколько лет назад этот участок был предоставлен в аренду под строительство автомойки. Жители поселения категорически не согласны. Опрос общественного мнения подтвердил, что жители против. Это жилая тихая зона. Здесь автомойка совершенно ни к чему, ни к месту. Какая связь между срубленными деревьями и строительством автомойки предстоит выяснить полицейским. Расстраивает то, что людям, которые совершили это преступление, кажется безразличной экологической обстановкой в районе. И пока все неравнодушные жители муниципалитета высаживают новые зеленые насаждения, преступники вырубают хорошие существующие. Нанесен ущерб природе. Это были живые хорошие деревья. Не всегда, к счастью, такие противоправные действия остаются безнаказанными. В случае, если преступники будут пойманы. Штраф за одно вырубленное дерево составит от 4 тысяч рублей. Юлия Погося, Евгений Петров, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.